здравствуйте уважаемые коллеги всем утро доброе очередное видео в плейлист посвященный операциям я уже рассказал о таких операциях как швартовка бункеровка постановка на якорь а сегодня речь пойдет об операции которая называется shifting если говорить о нашей работе на русском языке то здесь у нас используется не одно слово а даже 3 перешвартовка перетяжка ну и иногда говорят перестановка операция заключается в том что нам нужно переставить судно с одного места на другое если нам нужно переставить судно с одного причала на другой и при этом преодолеть какие-то пространства по воде то это как правило называют перешвартовкой перешвартовка она мало чем отличается от швартовки потому что для этого используются буксиры для этого используется для этого используется главный двигатель бак корма мостик все по швартовному расписанию у нас стоят во время перешвартовки вот вот это вот называется перешвартовка мы перешвартовали наше судно а второму русскоязычному термину перетяжки перетяжка перетягиваться соответствует операция когда мы перемещаемся вдоль одной причальной линии когда мы стоим на причале значит мы ошвартованы все окей и нам нужно переставить наше на какое-то расстояние вперед или назад зачем это делается да точно так же как и при перешвартовки когда по каким-то причинам администрации порта понадобились причалы может быть там осадки глубины у причалов там не позволяют нам там закончить погрузку и так далее по каким-то причинам нас переставляют на другой причал и вот когда нам не нужно преодолевать какие-то пространство по воде до в рамках порта а нам нужно всего лишь передвинуться по одной причальной линии вперед-назад вот эта операция по-русски называется перетяжка почему перетяжка потому что для перемещения вперед-назад мы используем наши судовые швартованные концы то есть мы тянемся ими и перемещаемся таким образом получается что в терминологии на английском языке это shifting а по-русски это или перешвартовка или перетяжка два термина более подробно иногда говорят перестановка я такое слышал но возможно кто-то со мной поспорит то как осуществляется перешвартовка на другой причал нет нужды рассказывать потому что это то же самое что и швартовка швартовные операции а на эту тему я делал отдельное видео а что касается перетяжки давайте остановимся здесь поподробнее что такое перетяжка это когда мы стоим у причала на наших швартовных концах и мы при помощи наших швартовных концов будем двигаться мы берем и какое-то количество швартовных концов на корме и на баке отдаем и переносим куда-то подальше в том направлении куда мы собираемся двигать наше судно и вот эти длинные швартовные концы будут использоваться для того чтобы тянуть наше судно как только мы эти концы перенесли мы можем приступать к перетяжке мы начинаем собственно напевать концы вирать набивать кстати на флоте не натягивают веревки концы до их не натягивают их набивают или травят ослабляют кстати по поводу морского русского языка здесь у нас вот присутствует вот эта вот история подобно как капитан дальнего хождения до плавает ходит работает а так и со швартовными концами профессионалы не могут говорить я натягиваю я натянул нет профессионалы говорят набиваю я набил но если нам нужно выразить то насколько набит конец насколько он вот-вот натянут да то мы говорим слово натяжение допустим пожалуйста набейте продольные концы то есть натянуть их то набить и продольные концы принято набиваем продольные концы лебедки на вира начали тянуть все набили докладу продольные концы набиты товарищ капитан ясно спасибо но когда капитан захочет узнать насколько они набиты да они не набиты они там средне набиты они сильно набиты то он спрашивает каково натяжение то есть виде натягивать нельзя а слово натяжение используется да и опять же по поводу морского русского языка поскольку у нас русскоязычное морское сообщество сжалось до неприлично малых размеров и это выражается в том числе и в том что уходит русскоязычная терминология и молодые люди которые идут работать на флот они очень часто начинают работать в англоязычных экипажах точнее там где рабочий язык английский и нет ничего удивительного в том что человек который там в какой-то компании где международные экипажи смешанные там все время он работал на английском языке он от этих моментов тоже может и не знать в принципе да чем отличается натянуть от набить до старые времена если ты скажешь натянуть конец вместо того чтобы набить конец ты рисковал нарваться на какую-нибудь издевку возможно даже на какую-нибудь пошлость типа натягивают бабу на перце а концы набивают ну да ладно после того как мы перенесли наши швартовные концы подальше и начинаем их набивать соответственно тянуться в том направлении у нас это может не получиться потому что нас держат другие швартовные концы и поэтому нам нужно другие швартовные концы во время вот этой вот перетяжки ослабить стравить и дать слабину для того чтобы значит судно начало перемещаться вдоль причала какова проблематика здесь у нас какие у нас здесь возникают проблемы господа дело в том что когда мы травим концы когда мы даем слабину судно уже не держится у причала и появляется зазор между причальной линии и корпусом судна и в определенных обстоятельствах это может стать проблемой то есть судно нельзя далеко отпускать от причальной линии таким образом перед нами стоит задача с одной стороны ослабить натяжение для того чтобы мы своими длинными концами могли тянуться в то место которое нам нужно но при этом по-прежнему продолжать судно держать у причала и получается что концы швартовные которые поданы на причал при перетяжке они берут на себя три роли длинные концы при помощи этих концов мы тянемся концы которые поданы в противоположном направлении у нас играют роль тормоза а концы которые у нас поданы максимально перпендикулярно играют роль прижимных то есть они прижимают наше судно к причалу в чем здесь проблематика господа в том что когда мы перемещаемся углы на которые поданы эти швартовные концы они все время меняются и допустим если какой-то конец был подан как прижимной и во время вашего перемещения он обеспечивал значит прижимание судна к причалу или прижатие как там грамматические нацисты где то уже через там 20 метров этот конец уже перестает выполнять свою функцию и он работает по-другому как тормоз да он уже тормозит нас поэтому швартовные концы во время перетяжки нужно все время переносить и здесь у нас господа многое зависит от материальной части а также от того какие у нас люди на борту если у нас моряки с руками которые растут из плечей они из задницы а также у нас хорошее оборудование все хорошо работает лебедки все достаточных количествах то эту операцию можно достаточно эффективно выполнять однако если все наоборот люди не умеют еще и оборудование плохое это может стать настоящей бедой и справиться с этим бывает сложно будет просто вот нервотрепка часто так бывает очень важно во время перетяжки обеспечить то чтобы судно перемещалась параллельно вдоль причала если мы этого достигнуть не можем у нас получается что то у нас бак отходит от причала то у нас корма отходит от причала и при определенных обстоятельствах можно нанести себе или портовым сооружением некоторый ущерб потому что судно у нас своим подзором своими вот этими профилями которые на корме и на носу которые в отличие от профиля посередине судна которые квадратный в носу и в корме у нас профили так сказать могут быть очень стремительные и таким образом получится что вы вроде как упираетесь причал но в то же время какая-то часть вашего судна уже пошла над причалом и начала там таранить какие-нибудь сооружения поэтому тоже это надо иметь в виду а для того чтобы судно перемещалась вдоль причала ровно нужна хорошая координация нужно не пережимать концы действовать осторожно и потихонечку-потихонечку судно перемещать самое главное в шифтинге ну как и при всех других операциях это обеспечение безопасности что может пойти не так ну мы можем утратить контроль над судном мы можем слишком сильно ослабить наши швартовные концы судно отойдет от причала плюс может там подуть ветер дополнительно что-то произойти судно может перекосить там стать она может как-то очень нехорошо значит своими подзорами наехать на причал завалить портовые краны также мы можем не учесть перемещение других судов по порту допустим если мы в тот момент как мы делаем перетяжку мы стравили наши концы и перетягиваем наше судно у нас будет проходить судно по порту на хорошей такой скорости вот большое судно проходя на значительных скоростях где-то там недалеко от вас в силу того что оно влияет на водную среду вокруг и также влияет на воду в которой стоит ваше судно у причала собственно судно может просто от причала оторвать да убить концы кстати на флоте тоже швартовные концы они не рвутся если говорить по-русски они убиваются концы убились конец убился так вот концы могут убиться запросто это может случиться потому что швартовные концы они у нас знаете боятся не столько натяжения точнее они обычно вообще натяжения не боятся концы они боятся рывка и когда рядом пройдет какое-нибудь достаточно водоизмещающее судно на серьезных скоростях то у нас просто вот может произойти вот такой вот как знаете как вантусом пароход от причала дернет и в итоге концы убьются и в результате чего беспомощное судно с разготовленными двигателями без буксиров просто несет по акватории порта и один лишь только господь знает какие ущербы она там наделает да очень дорого все это будет стоить и очень надолго разбирательство поэтому перед тем как начинать перешвартовку да и любые операции нужно очень хорошо себе представлять риски и обеспечивать меры безопасности ну и конечно же погода может у нас подуть ветер может у нас какой-нибудь шквал начаться до резкие порывы ветра которые мы были не готовы и тоже благодаря ним у нас ситуация может выйти из-под контроля когда мы готовимся к этой операции соблюдаем меры предосторожности насчет оцениваем риски в первую очередь смотрим прогноз погоды также мы смотрим местные условия не мешает ли чего-то также ключевую роль здесь играет коммуникация нужно перед началом этих операций идентифицировать человека который будет отвечать за эту перетяжку с береговой стороны как правило это выглядит так что приходит швартовный мастер или местный какой-нибудь бригадир уполномоченный да и они с капитаном обсуждают этот процесс заполняют чек-лист задают друг другу вопросы кого что интересует и таким образом при взаимодействии между собой они значит могут убедиться что все у них под контролем также подобные операции нужно проводить информируя диспетчера администрации порта или диспетчера порт-контроля в общем любые операции по перемещению в рамках границ порта нужно всегда делать при согласовании с порт-контролем с диспетчером то есть начали перетяжку доложили начали перетяжку закончили перетяжку доложили что закончили перетяжку переставили судно с якорной стоянки к к примеру, с одной якорной стоянки на другую. Перед началом докладываем, в конце точно так же докладываем, господа. Хорошо, все, на баке сто, на корме трепите, так параллельно, все, но не отпускайте корма. Привет! Пробастую радость. Ну что, господа, у меня, пожалуй, все. Если я что-то забыл, если есть что добавить, уважаемые коллеги, кто постарше, пишите в комментариях, если будет ценная информация, я ее подниму вверх в закрепленный комментарий. Если есть вопросы, так же пишите, задавайте их в комментарии, и старшие, уважаемые коллеги, тоже по возможности ответьте на эти вопросы. Ну а у меня на сегодня все. Надеюсь, вы поняли, что такое шифтинг, что это за термин, что это за операция, как шифтинг переводится на русский язык, перетяжка и перешвартовка, в чем разница. Все это вы теперь себе представляете. А если так, то занятие окончено. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...